Всем привет из Чернигова! Меня зовут Оксана и сегодня я вас познакомлю с моими ответами на вопросы от Любы Нижник Ковальчук на ее тег «Мой идеальный набор». В своих ответах я не буду брать во внимание никакие сложности производителей, никакие времена тяжелые, никакие удешевления, удорожания набора. То есть все так, как должно быть именно для меня. Идеально. И первый вопрос. Оригинальный набор или копия? Здесь ответ очевиден. Оригинальный и только оригинальный. Если все-таки этот набор был снят с производства, я бы хотела иметь такую возможность заказать непосредственно у производителя этот набор. Да, пусть он будет чуть-чуть дороже, его скомплектуют для меня лично, но я хочу иметь такую возможность. Ну или хотя бы, чтобы все производители выпустили свои нитки в продажу. И я могла бы купить, например, номера ниток, входящие в данный набор. Упаковка должна быть обратимой, как минимум. Я не претендую на какие-то подарочные варианты, такие, как, например, у Риолис коробочки огромные, с премиум классом. Мне, например, это вообще непонятно. Я смотрю обзоры, девочки открывают эти коробки. И там обычный набор Риолис, который мы привыкли видеть. Возможно, просто я привыкла, что они должны быть в целлофановых пакетиках. Возможно, это имеет какое-то значение, и мы к этому в будущем привыкнем, что все должно быть в коробочках красиво, идеально, как сервис чайный, например, упакован. Лишь бы она закрывалась обратно, эта упаковка, и можно было ее хранить дальше. Ну и желательно, чтобы это не было такой сильно шелестящий, ужасно полиэтилен. Еще одна поправка насчет упаковки, это упаковка иголочки. Я считаю, что вот иголочку можно было бы упаковать либо в маленькую коробочку, либо же в какой-то очень плотный пластик, то есть отдельную коробочку или упаковку для иглы. Гарантийный талон. Здесь я понимаю этот вопрос следующим образом. Гарантийного именно талона мне не надо, это не обязательно, в принципе. Но важно, чтобы производитель по любому требованию присылал вам все недостающие материалы. То ли это не хватает куска схемы, то ли не хватает ниток, то ли канва неправильно отмерена, они могли бы вам прислать канву, либо она испорчена. То есть, чтобы все можно было заменить в случае, если там какой-то дефект. Еще одна такая особенность, если у вас будет этот гарантийный талон, ну, никто вам не даст гарантию, что он вам когда-то поможет, даже если недобросовестный сам по себе производитель. То есть, гарантийный талон это документ, если производитель отказывается, например, прислать вам нитки, вы можете обратиться в суд и взыскать с него эти нитки, грубо говоря, через суд. Ну, мало ли, да. Но ведь фирма может закрыться, просто исчезнуть с рынка, обанкротиться, да что угодно. И тогда никакой гарантийный талон вам не поможет, поэтому сама по себе бумажка, она мне, в принципе, не нужна. Инструкция, я считаю, очень важна, крайне важна. Это относится к тем вышивальщицам, которые не имеют доступа в интернет, или же не догадались о том, что можно в интернете посмотреть, как вышивать. Или просто у них нет на это времени и желания. Они хотят открыть полноценный набор, посмотреть, как вышить тот или иной стежок. Здесь идет речь не только о крестике, но и о каких-то стежках, которые, возможно, вы еще ни разу не вышивали в своей жизни. Даже я могу встретиться с огромным количеством стежков, которые я еще не встречала. Другой вопрос, что инструкцию можно было бы делать уже на дисках, например, на каком-то носителе памяти электронном. Потому что сейчас можно сделать видеоролики обучающие, вставить в инструкцию, а не просто распечатанную бумажку. Если человек в первый раз вышивает, ему будет это очень полезно, просто посмотреть видео. Ну, или же в дополнение к бумажной инструкции можно давать, например, ссылку на сайт, где вы можете посмотреть у производителя, у того же на сайте, как делать те или иные стежки в видео формате. То есть, расширить эту инструкцию в интернет пространство. По поводу органайзера скажу одно. Мне очень удобны органайзеры от фирмы Dimensions. Для меня они идеальны. То есть, выдергивая нитку, я их, во-первых, могу легко подвесить, куда мне удобно, на станок, на лампу, куда угодно. И выдергивая ниточку, я беру и вышиваю спокойно, не перевешивая их никуда, не перематывая. То есть, это удобно. Если говорить об органайзере бумажном, то когда я вышивала РТО, набор, я даже, если честно, уже не помню. Свеж снимала я их или не снимала с этих дырочных органайзеров. Но если сейчас я буду вышивать мрэшку, а вот тогда и посмотрим. Но я знаю, что они мне не так удобны, как, например, удобен органайзер Dimensions. Было бы круто, если бы производители начали использовать в наборах, хотя бы наши, да, отечественные, органайзеры фирмы типа Дубко. Мне кажется, это было бы весьма удобно, когда у вас уже сразу навешаны пасмы ниток, и вы сразу можете туда иголочки втыкать. Это было бы просто идеально. Конва, по моему мнению, должна быть только равномерной, желательно даже льняной. Ну, лен, это такое дело, это уже не совсем обязательно, хотя под некоторые дизайны обязательно. Ну, вот мой идеальный набор под особый сюжет, своя особая конва, но ни в коем случае не конва, именно равномерка или лен. Да, это мой идеальный набор. Игол должно быть несколько, как минимум несколько, то есть не одна, не две, а даже три или четыре. Но, конечно, это зависит от размера работы. Обязательно, если есть в наборе какие-то два, три, четыре, пять сложений нити типа полукреста Dimensions, то должны быть иглы покрупнее, даже для мелкой конвы. Если есть бисер, то должна быть бисерная игла, ну и так далее, и тому подобное. И их должно быть несколько, по крайней мере, гобеленовых, тех, которыми мы вышиваем крестики. Нитки должны быть высокого качества, однозначно. Они не должны линять ни в коем случае. Сейчас вот у меня Dimensions полиняли, ой, DMC, то есть полиняли, полинял Анкор по видео других девочек, я вижу, линяет. То есть нитки должны не линять ни в коем случае, пусть они будут собственного производства, пусть, но они не должны линять. Это самое главное. Не должны скручиваться, не должны махриться, не должны быть слишком тонкими, должны быть нарезаны длинно или же вообще не нарезаны. В общем, я не знаю, но они должны обязательно быть супер-мега-качественными. Это основной инструмент, основной элемент, который мы используем в вышивке, кроме канвы, конечно же. Но нитки – это основа, это то, из чего мы составляем рисунок, то есть чем мы рисуем. Это самое главное. То, с чем мы больше всего работаем во время вышивки – это ниточки мулине. Техника отшива абсолютно не важна, но если, конечно, брать за основу крестик, так как мы говорим о наборах вышивки крестиком. Конечно же, я бы хотела, чтобы там были разные стежки, которые украшают картину. Не полкартины вышит, а другими стежками. Я именно говорю о наборах по вышивке крестиком, а не каких-то других. Да, чуть-чуть, возможно, это даже будет украшать работу, это прекрасно. Но я против, например, вышивки лентами. То есть вот набор есть в Dimensions, дама такая в шляпе и у нее ленты в шляпе. Вот, нет, мне не нравится сочетание крестика и лент, вот вообще никак. Если бисером еще – да, креником – да, но вот ленты – нет, ни в коем случае для меня это нет. Схема для меня идеально черно-белая. Ну, или же, как у Dimensions, разноцветные именно значки, а не сами клеточки залиты цветом. Нет, значки и только немножечко цветов. Ну, вот как у Dimensions, 2-3 цвета используются, по-моему, и все. Все. Схема должна быть крупная, схема должна быть не глянцевая ни в коем случае, потому что глянец не дает возможность зачеркивать схему, а я зачеркивать ее просто обязана. У меня такой склад, наверное, фотографической памяти, я просто путаюсь, если я не зачеркиваю схему. Зачеркивать я ее ненавижу ни карандашами, ни ручками, а маркерами. Хорошо было бы, если бы в набор входил маркер, текстовый делитель для зачеркивания схемы. Схема не должна иметь заломов, вы не должны ее складывать и потом разворачивать, а там просто стертые значки. Естественно, схема должна удобного быть формата, не простынь вот такая огроменная, а хотя бы 2-3 листа отдельных. Ключ должен быть обязательно на отдельном листе, чтобы я могла его вырезать и прицепить в самое удобное для меня место. Независимо от того, есть там сзади схема или нет, то есть ее не должно быть на обратной стороне медали, как говорится. Схема должна обязательно быть четко пропечатана. То есть варианты вот у Немю есть, не очень хорошо видны иногда значки. У Дизайн Воркс вообще кошмар какой-то. То есть такого быть ни в коем случае не должно. Всякие эффекты, типа, опять же, приведу в пример Немю, когда схема желтая, тоже, мне кажется, это не вариант, потому что тяжело читать, тяжело. Хорошо, когда контрастно видно белое, черное на белом. Вот это, конечно, круто. Мой вышитый набор, который максимально приближен к идеальному, пока что остается Dimensions. Вот пока так. Самое главное пожелание производителю от меня прислушиваться к мнению потребителя. Мониторьте ваш сегмент рынка, постоянно совершенствуйте свои наборы. Не бойтесь менять поставщиков каких-либо материалов. Даже если материалы одного поставщика каким-то образом снизят на время вашу прибыль, это окупится столицей в будущем. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok